Безусловно, введение нового запрета на экспорт странами G7 станет неприятным событием. Страна до сих пор закупает в странах Запада различную продукцию. И фактически такой запрет будет означать еще более широкомасштабное импортзамещение, поиск новых поставщиков или же организацию производства на территории страны. К сожалению, далеко не все, что мы сейчас покупаем в недружественных странах может быть легко произведено на территории России или приобретено в других странах, которые не являются по отношению к нам недружественными. Сейчас трудно сказать точно, какие направления пойдут под удар. Список попавших под запрет изделий пока не опубликован. Из стран Большой Семерки Россия получала в основном высокотехнологичную продукцию, которая не производится на отечественном рынке. Потому последствия могут оказаться тяжелыми для страны и способны привести к технологической деградации многих фабрик. С одной стороны, это может негативно повлиять на нашу экономику в виде некоторого застоя рынка и увеличения цен. С другой же, это даст толчок к развитию отечественного производства. Между тем, санкции, проводимые против нашего государства, будут также приводить к конфликтам среди самих санкциональных стран. Это потеря экспорта и доходов. Впрочем, для некоторых товаров Запад может сделать исключение. Это поставки лекарств и сельскохозяйственной продукции. Так что, подобный запрет, если он будет введен, это будет существенный удар по российской экономике. Конечно, найти альтернативу можно. В первую очередь, это страны Юго-Восточной Азии, также Китай и Турция. Эти страны могут поставлять нам технику, хотя это тоже потребует определенных усилий в виде переговоров и налаживания связей. Диана Агнест, Универ Ньюс.